У кого любуетесь видами красного дома, который приобрел и отремонтировал Иван Савидис, скажу вам Калли Мэра Калиспера из Греции. Сегодня вам представится возможность прогуляться вместе с нами по району Эксохес, что славится своими роскошными и впечатляющими вилами с большими садами и неоклассической архитектурой, привлекающими внимание как жителей города Салоника, так и его гостей. Знаешь что это? Смотри, чизкейк Мосху. Это значит из коровьего мяса, из говядины. Придумали такие пирожные. Кутик лесной. Цены обычные, кстати. То есть как вот допустим фарш стоит говяжий 11,80, то из фарша вот этот вот чизкейк за килограмм 12,50. Сейчас позади нас виднеется, а мы пока что находимся еще в центре, в самом центре города, шестиэтажный дом еврея испанской семьи Аллегро и Альберто Эргос. Это семейный особняк, в нем все еще проживают семьи, а датируется 1917 годом и является украшением города. Человек, что продает рядом ткани уже более 60 лет, сетует на то, что многие-многие старинные здания были снесены властями за эти годы, дабы на их месте возвести офисные, ничем не облагораживающие виды и даже уродующие. А эти двух-трехэтажные здания давно в истории выполняли функцию складов и торговых лавок. Здесь располагались торговцы из разных стран и городов, торгуя своим национальным товаром. Ну а между всем прочим, торговым здесь можно было встретить закусочные и бордели для приезжих моряков. Место называлось и называется по сей день Лазадика, посещаемо как туристами, так и местными, что немаловажно, с целью насладиться атмосферой, ну и греческой кухни. Здесь большое скопление таверн. Грибы в чесночном соусе, батат с йогуртовым соусом, ну и салат. Какой же такой черный джинджер, какой бы каташка такая. От собак. От собак, да, даже? Настоятельно для самих себя не упускаем возможности заглянуть на выставку Святой горы Афон в Афонском доме Салоников. Тема этой выставки – Пасха на Святой горе. Марьяна рисила новую обувь свою обуть. Ходи туда-сюда. Обыдные. В месте, когда-то загородном под названием Эксохес, мы с вами к нему приблизимся через несколько минут в этом видео, расселение жителей подчинялось критериям чисто экономического или социального характера, то есть только для богатых, с полупостоянным характером резиденции. Здания там служили для летнего проживания, ну и местопроживания для тех, кто занимался уходом, собственно, за этими усадьбами. Деньги и статус владельцев диктовали размеры и выбор формы планировки вилла. На сегодняшний день, например, эту виллу снаружи до сих пор никак не приведут в порядок из-за бумажной волокиты. Вилла Сьяга. История особняка Сьяга началась в 1890 году. Внутри здания был произведен ремонт, сохранены мебель и обстановка, имеются сложные деревянные потолки и впечатляющие двери с резными примычками. Здесь когда-то был удивительный сад, но его уменьшили в размерах из-за открытия новых дорог. Изначально дом принадлежал семье Хаджи Лазару, что в 1915 году уехали в Афины. И эта недвижимость была продана семье Сьяга и до сих пор им принадлежит. Владелец виллы рассказывает о своих прекрасных детских годах в особняке, а также о столкновении с бюрократией. При попытке отремонтировать виллу, когда-то все дома вокруг были двухэтажными, все были друг с другом тут знакомы. Дети в 100 метрах от этой улицы каждый день катались на лодках, плавали, купались в море. Вилла, напротив, сейчас открыта для посетителей в качестве кафе, бар и ресторан. Мы сейчас внутри нее. Я задалась вопросом к работнику бара, были ли изменены, например, внутренняя планировка стен при ремонте. Он ответил, что это запрещено, так как это здание историческое, оно под защитой, добавив, к сожалению. Ну, у меня тут глаза на лоб полезли. Я не сторонница от перепланировок и реконструкции старинных исторических зданий, если, конечно, они только не направлены только на усиление фундамента, например. А эта вилла продается. Это вилла Хирс. Она была спроектирована Пьера Орегони для проживания в ней семьи Бенни Фернандес. В здании базировалась гестапо и именно центр допросов с пытками. Так вилла приобрела название Кровавая. В громоотводе здания выгравлена дата 1911 год, обозначающая дату постройки. Во время гражданских военных действий в доме располагался полицейский участок. После, до начала 80-х годов, на Рождество вилла работала как магазин игрушек и рождественских украшений. А согласно городским легендам, по ночам из подвала здания доносятся крики замученных. Ну, а следующая вилла Мордох, она не на продажу. Это еще один образец эклектики. Вилла Мордох – это один из особняков, сохранившийся в отличном состоянии и хранящий аромат некогда знаменитой богатой эпохи. Дом был построен в 1905 году по планировке ксенофонда Пеон Нидиса и принадлежал Турку Сейфу Лепаша. Ну, а даты постройки подтверждают подпись арабской вязью турецкого художника Фресок внутренней отделки стен Нур-Эддина. Меня привлек внимание простецкий, безорнаментный паркет на фоне многоборочного элемента в украшении здания. Поинтересовалась, что, может быть, этот паркет поменяли, но нет, он такой был. Тут одна, то ли две из внутренних дверей при реставрации были заменены на идентичные копии от очень талантливого мастера. Никак не определить обычным взглядом, какая из дверей изначально, а какая копия. Сейфу Лепаша своему новоотстроенному дворцу так и не успел порадоваться. Одну только ночью проночевал в своем доме, а с утра уже уехал по служебным обстоятельствам. Он покончил с собой после того, как его попросили предоставить отчет о том, где он взял столько денег на строительство виллы. Вилла осталась его женой. Дело в том, что для отделки особняка были использованы дорогостоящие и редкие материалы в большом количестве. Были потрачены значительные суммы. Внутреннее богатство и великолепие были подобны, цитата, сновидению. Его жена в конце концов продала особняк Исааку Якубу Шалому и Марку Якубу Шалому в июне 1923 года, а в 1930 году вилла была снова продана Самюэле Мордоху. А во время немецкой оккупации, угадайте, что стало с особняком, а как всегда его, как и другие драгоценные здания, использовали в целях гестапо. В последующем в ней был приют святой Ирине с сиротами гражданской войны. И в память об этом есть колонна во дворе виллы. Вдова Самюэля Мордоха Нелли начнет судебную тяжпу, дабы законно вновь обрести свои владения и выигрывает дело в 1952 году. Ну а после успешно продает свою виллу фонду социального страхования. Но тем не менее до 1955 года в здании незаконно размещали службы НАТО. Здание в последующем хотели снести, но в последний момент его спасли префектуры города. Знаете, когда-то дворы такого рода домов были немного больше, чем сегодня. Одни были полны деревьев, садов и доходили до моря. Вилла Мордоха и ее двор на сегодня остаются в той мере, что сохранилось украшением местности, поскольку ее внешний вид переносит вас в другие классические времена с высокой эстетикой. То были старые салоники. Летом к полудню вся бухта салоников была заполнена парусниками. Это было хобби юристов, врачей, других профессионалов, что закрывали на обед свои офисы и отправлялись в плавание. С 2013 года в этой вилле Мордох размещаются службы 5 округа салоников и регулирующие организации. А еще специально для этого ролика я нашла наглядную информацию о планировке половых покрытий этого здания. Действительно, односложно по-простецки изначально. Паркетная облицовка так и была задумана в нескольких комнатах архитектора. А это схема потолочных покрытий. Я сейчас проведу вас в одно тайное место. Знаете, я часто проезжала мимо него, но так, чтобы пойти туда специально, на экскурсию у меня не возникало мысли. Мне там, ну, просто нечего делать и неудобно абсолютно ехать туда только ради того, чтобы поглазеть. А оказалось, я тут по чистой случайности. Мне нужно было выиграть время после посещения моего мастера по бровям, поэтому я пошла гулять, куда глаза глядят. И вышла на квартальчик, граничащий с бывшим трамвайным депо. Кстати, вот это вот сейчас мы сейчас обходим вокруг да около. Это все бывшее трамвайное депо. И вот тут вот в этом бывшем трамвайном депо вы видели все как разрисовано, граффити. Но это обычное дело для салонников. Вообще сейчас это место принадлежит муниципалитету города. И они подумывают о том, чтобы снести его для того, чтобы устроить там паркинг. Посмотрите, какой кирпич. Вот сейчас таких кирпичей уже не изготавливают. Вот я еще подумывала забрать его себе домой. Ну, как экземпляр. Я же изучаю все это дело. То есть мне это очень, таки, крайне интересно. Ну, ладно, я его не стала брать. Он все-таки не цельный и без какой-либо марки. Итак, ранее в этом ролике я уже сказала, что старые салонники были застроены 1-2-3 этажными зданиями. И если сейчас город несет в себе многоэтажные, ничем не привлекательные вообще дома, которые абсолютно не служат взору, данью, а только бранью. Так вот, этот район остался неизменным с течением времени и напоминает нам о старых космополитических красотах города. Этот двор состоит из 28 домов. Многие мечтают тут жить. У каждого дома есть свой собственный двор. Это идеальный квартал. Ты находишься в самом центре города, но в своем частном домике, 1927 года. У тебя сад, огород, место тихое, как вы уже заметили. Здесь редко ходит кто-то вроде меня. Эти 28 односемейных домов райончика Узиэл были построены по проекту архитектора Жак Муше по распоряжению Давида Узиэл. Он был одним из акционеров железнодорожной трамвайной на тот момент компании в Салониках. Район, где расположены эти дома Узиэл, называется Депо, потому что находится прямо в обнипку с трамвайным Депо. И обратите внимание, гипсовые украшения на всех домиках одинаковы. Эти дома предназначались для проживания сотрудников компаний. Однако, как сейчас, так и изначально здания принадлежали частным лицам. Здесь и двери, и окна, и ставни, и перила, и ограждения. Все осталось с тех 27-х годов 20-го века. И даже при желании человек не сможет потревожить этот изначальный вид зданий, потому как с 1984 года эти построения под защитой. Кстати, такой факт. При вынужденной реставрации одного из домов было обнаружено, что кладка камней была соединена при помощи раствора, в состав которого входил морской песок. А это значит плохого качества раствора. Плюс еще ракушки в нем присутствовали. Вот такой нюанс. Это все удалялось и восполнялось бетоном и стальной арматурой. Как вкусно пахнет издалека глициня. Каждый дом имеет свое полуподвальное помещение с окошками. Это позволяет избавить помещение выше от влажности. Оставшуюся минуту в видео я предлагаю вам прогуляться здесь без моих комментариев, дабы вполне, как в реалии, насладиться прогулкой по этому оазису. И поставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok